так события дня номер 525 евангелие от луки 1631 если бы кто из мертвых воскрес не поверит это как эпиграф за 19 мая 2017 года а сегодня 20 отчет ничего здесь даже не написал люди приходят отсылаю на материалы на свои какие уже у нас есть отзывы разные перепечатывал тут как-то стесненно ничего этого не сделал показать какие у нас ресурсы и потом добавка пойдет главное это событие сегодня у нас в жизни мы готовимся к летнему сезону принять детей принять то принять но мы же не в лагере лагер расформирован мы отдельно сейчас приобрели ней дом дома потеряевки и сейчас вот проехал михаил михайлович кальмая по стимиртау и уже электричество там в дом подводит и занимаются ребята никита и володя по огороду там все делают не сидят все подготавливают как они там сумеет если бы были какие-то еще помощники явно дело что нужны на двое с огородом и фактически по четырем домам работает сейчас и надо там приготовить и где спать и все завести посудой что покупать это у нас была там одна плита теперь четыре плиты надо один холодильник был теперь четыре холодильника надо одна стиральная машина 4 пошел по без сергей павлович повез меня магазина там не поступишься какие цены но господь слышит наше воздыхание что мы нуждаемся что я где возьму то не ворую пенсии 6523 рубля 112 долларов в месяц если перевести примерно но и как ну никак платить надо за все что есть каждый месяц высчитывает за дом за мусор за воду электричество и еще остается то явно дело не на свои деньги тем более нынче опять придется нанимать бульдозер бобры сильно наградили нам озера два-три озера упустили но все это заделали теперь надо все поднимать деньги деньги везде деньги а денег не это как только на бога надеешься прошлом году позапрошлом как-то два года перед этим было я посчитал за один год у меня пошло только больше 500 тысяч за два года больше миллиона миллиона зарыл землю дороге делали и работали и сейчас нынче если нанимать только за доставку бульдозера уже 20 кажется 5 что ли тысяч за доставку чтобы его на платформе привезли ну норма а сейчас поработал портал 3 тысячи на кон один час каждый день 15 тысяч уходит поработают и работают хорошо ну а как еще не делать и вот а нас узнали и это вот как сказать я не знаю после нового года видимо познакомились вышли они из испании книги запросили все это 38 книг 38 но и что там 25 тысяч даже нету стоимость ну а где взять на то стал два месяца ровно два месяца шла посылки там две посылки 2 2 коробки еще две посылки и литовцы они прям приняли православие считай и вчера сообщает на мы тут собрались не просил ничего мы вам немножко посылаем там 300 евро но решили вам чтобы легче было деньгами 20 тысяч надо идти получить ну что дальше сам не знаю то ли холодильник купить морозильную или камеру сергею говорю видите как бы люди откликаются еще один там какой-то тоже где-то с кого-то собирает ну маленько там совсем ну что маленьких маленькая как может человек так и мне-то не на не нам-то не в рот не в карман никуда у нас мы даем отсчет показываем чек код куплено если кто сомневается значит на один процент сомневается туда ли мы деньги и горитя вот думаю все уже не не спрашиваю уже не примем деньги ни под каким видом не приму а зачем нужно ты богу даешь а не мне мне не надо ничего а что вы как все время вот в интернете если бог вас любит а чего как бомж одеваетесь я во-первых не бомж без определенного места жительств я прописан у меня свой дом если не бомж одеваюсь так такой прикид на вас какой прикид мне тело закрыть надо чтоб тепло было или от жары вот и все остальное мне никогда не было нужно никогда не держался не за одежду а чем питаетесь если бы я двери открыл тут завалили бы семья запрещаю ко мне приносить не могу отбиться принесла сестра от вчера а я сам сварю картошка есть все есть я просто говорю о том чтобы лукавые подозрения людям не всевал это главное событие дня это для нас событие большое и что интересно мы прута запрудили северной называется рыжковский и володя вчера говорит я замерил днем мы забутили все сумели сделать преградуще стакалом там и утром замерил две поставили меркута и там 3 что ли миллиметра прибавилось 3 миллиметра прибавилось уже не убавилось а володя сейчас кто-то пишет я не знаю насколько это достоверно неделя прошла неделя прошла и чуть не 10 сантиметров добавилось это невероятно это не может быть что-то ошиблись думаю наверно или два сантиметра что-то такое носить два сантиметра на два наверно так это это много это же по поверхности всей но видимо так и есть два если за неделю два но 5 недель пройдет вот и будет 10 одессе тоже заметно надо молиться даже это дожди будут там как вот показать свои ресурсы как у нас что есть вот у нас есть это мой мир тут все разбирали вчера и мой мир все ресурсы зарубежные все называет кто ими владеет и и как украина решила перекрыть ресурсы которые в украине для своих то им говорят то и другое то а пользуются это чуть не 90 процентов и на русском языке все и тоже не знаю что со своим народом делать чтобы по-русски не разговаривали мова то не прививается и когда но отвыкли это просто еще чем я занимался день день события дня люди о чем пишут то есть мешают свидетельствовать вот отдельно сказать ругань всякие ролики ставят там я посмотрел про путина про порошенко да нам не дано это карикатуры всякие там этих рисует с гитлером этого со сталиным и все это вакханалия чем он порошенко порошенко но порошенко одна порошенко с этой с паутинкой путиным ну чем они разница то оба они избранные закона незаконно считается закона оба они члены масонской ложи может быть и делают только то что им скажут это тоже такие же пешки как и другие они не могут так посмотрите вот они собираются где обязательно или в галстуке или расстегнутый а почему я устав и прочитал в уставе это написано если костюм то чтоб только на одну пуговицу нижняя должна быть расстегнута а здесь рубашки верхние это обговорено еще за пуговицу сыпляйте слепцы счеты ты маленько ты гляди кто перед тобою 50 человек собрались верующие в галстуках или расстегнутая пуговица верху зачем ее расстегивают зачем она для того чтобы застегнута была собранность а он не знает даже этого то ты подыгрываешь врагам антихристом которые готовят пришествие миссии мешаха своего а так неужели от одной пуговицы зависит от одной буквы зависит был авраам теперь авраам да мало ли чем сара да сара одна буква р погромче сделай уже совершенно другое будет вот и все еще не знает и похвалится незнанием а ты узнает а спроси и посмотри вот когда собирается когда галстук твой пуговица застегнута он затянутый буквально удавка и вот сидят сидят главное справляют там день 70 лет я вчера полностью посмотрел ролик большой в китае военные там идет парад путин сидит сидят там от америки но не президент и другие президентов мало честь этому оказывает китая китае русскому и сидят все до одного в галстуках и галстук опускается до одного места за тот конец беременности но смешно даже сидит китаец там еще какое то еще откуда и все одинаковые веревки на шеи висят это аксессуар 20 века 21 а зачем он нужен он не греет зачем нужен то а без него нельзя то есть строжайший закон и вот если он его снял и с ним общается то огромная статья аллею без галстука заголовок значит они знают а ты думаешь ничего не знаешь это они своих узнают говорит один мы сидели за столом однажды приглашенные там ну как у путина где там кормят их тоже ну а кто там против тебя-то сидит я посмотрел такой невзрачный то глаза опустил потом гляжу горит он вилку положил и на вилку положил ложку и какая фигура то получилось я сразу глаза вскинул на него он улыбнулся я понял он намного выше меня рангом я только депутат а он оказывается руководит премьером в италии и все мы поняли вы друзья то есть это знак масонов масонов гляжу на 5 платочком как сделал загнута я горит это увидел того я понял там какое место сейчас занимает здоровается только левой рукой от вас сами вот заметьте идет допустим президент он машет только левой рукой а почему когда человек идет для равновесия двумя руками ты открой глаза и ты увидишь события дня и скажет о событии мне бог это открыл а ничего не знаешь ничего зря и время тратить на тебя ты знать не хочешь я масонской теме отдал 14 лет досконально но все которые уходили от них они приговоренные вот в комсомольской правде была фотография джуна давиташвили это ведьма его принимает ей дозволено это принимать масонскую ложу и надевает на него знак мастера фартук там дают ему циркульно угольник открыто все это никто не скрывает так что милюков говорит я гляжу выходит ну по сегодняшнему сказать костерят друг друга по чем зря ну трибуну дает им там где как тогда он то не было лига нации называется в россии это то своя была дума дума рада и вот они говорят один другого понужает я думаю как они друг с другом то если на улице встретиться зашел буфет они горит смеются и задним столиком едят горит другом по плечу похлопают у них роль такая назначена роль еще там петра порошенко долбят со всех сторон он выполняет что положено он заранее согласился если ему скажут умереть он заранее подписал себе приговор да готов умереть как брежнева долго сидишь тебя отправят пораньше маленько как патриарха алексея второго там ну как говорят я не знаю подтвердить не могу но я беру из печати из интернета ты маленько смотри считаю уразумевая нас не это интересует а вот какой на моментом нас интересует пришествие христа как мы предстанем перед ним вот вопрос не антихрист антихрист за три с половиной года до него придет он это схему нарисуй воскрес христос и опять придет второй раз про прямая линия ничего нету воскрес христос и вознесся это время начала тысячелетнего царства в начало время евангельской проповеди а потом христос придет все прямая линия и . когда он придет в это время будет восхищение церкви в это не не раньше в это время всеобщее воскресенье будет вот это нам нужно а за это за три с половиной года придет антихрист дьявол будет развязан тысячелетие кончится а тысячелетие это две тысячи лет это мы думаем так это попутам все сказать 2 у нас большой ресурс это первый мой мир ленточный форум богатый 1600 тем просто запись зарядите яндекс или в google православный форум игнатия лапкина больше еще не надо и она откроется ну и третье большой ресурс очень большой это православный видеоканал открытым оком во свете библии мне книги так называются все и везде открытым оком во свете библии и сейчас вижу тоже появляется где-то открытым оком еще не то право а православный и во свете библии уже есть вот у меня написано к истине допустим книга к истине почта к истине и гляжу уже когда я ставил то кто работал там ставил мне он и говорит это хорошо избрать к только вместе а потом тут ресурс пропал совсем нету перешли на другой ресурс я по открываю она не открывается что а ваше название у другого а нас не было то месяца два месяц и все к истине уже 66 появилась хозяев к истине но под разными там пишут а сегодня еще больше то есть нравится я не претендую на истину верт обладание на к истине зовем и стараемся знать ее и вот я посмотрел вот у нас сегодня 6 миллионов 344 тысячи двести двадцать просмотров шесть тысяч девятьсот семьдесят семь подписчиков но и семь тысяч двести роликов вот каждый день около семи примерно ставится в среднем и во свете библии православный библейский сайт православный библейский сайт тут книги аудио проповеди тысячи проповедей восемнадцать тысяч в моем мэйл руме семьсот фотографий восемнадцать тысяч семьсот наших не чужих и ролики то не чужие все свои наши нам есть что показать а тут вот четыре тысячи сто двадцать четыре ответа и вот эти ответы помещенных пятьдесят пять папах темы папка эта тема название ее и вот сейчас у нас русский язык еще мы не закончили эту папку я немножко из него вопросов озвучив почему за русский язык но вопрос 2340 многие верующие говорят что кто кого в чем судит тот в том же в тоже сам впадет так ли и почему приведите примеры и как уметь отстоять свои правильные убеждения если архиерей тебя преследует архиерей присел а я уйду писание говорит не уходи ничего не изменится ты остался тот же и ты ни к кому не присоединился я не попис нет ты вне церкви ты уже находишься с отступниками с дофаном и вареном и кореем никаких слов деноминация конфессия не употребляйте это ересь слова ересь под ними скрыто есть истина и есть ересь а ты какой да то они должны спрашивать и какой ереси принадлежишь если ты не православный это только еретик можешь быть но я не говорю там о католиках григориар армянах которых рукоположение есть ответ во всем любовь к богу к библии и к тому с кем конфликт у нас были исключительно натянуты отношения с нашим архиереем но по милости великого бога теперь все и ночи это я лет десять назад еще писал когда за кафедрой отвечаю университете не знаю что будет завтра но наша позиция неизменна и по сей день обвинение меня в расколе обрушилась сей страшной тяжести теперь на самого архиерея дословно он попал в мое положение как я некогда перед ним ну тоже нападал на нас за наши материалы о русском языке о том чтобы не убивали друг друга не принимали присягу это мои материалы о благовестии а он потом все это переносит а здоровьишка то никакой меня такого укрепляла его сразу припадок или счет того и он на полу лежит уже не комментирую письмо епископа как он совсем даже не мою а надумано им самим хотя он слова берет из моего письма не говорю что я святее епископа но он же на меня наседал и грозился лишить духовного наследия моего меня а не я его псалом 9 29 после этого изменились отношения все по-хорошему сидит засаде за двором в потаенных местах убивает невинного глаза его подсматривают за бедным и псалом 36 32 нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его ну то есть уже я считал здравствуйте тихон и получил ваше письмо со статьей про церковнославянский язык меня-то не за грехи он преследовал а за язык что я надо чтобы на русском понятно было крайне удрущен содержанием и стилем этой статьи во первых вы вопреки здравому рассудку называете церковнославянский язык мертвым которым никто не с кем не разговаривать неправда я мои родители мои братья и сестры по плоти и по духу как и миллионы верующих славян разговаривает на этом понятном уму и сердце языке с богом даже если будете наставить что это только для меня сей язык понятен называть его мертвым вы имеете право только после моей смерти да не знает он его я говорю у меня тут покупал один поп зашел в магазин в армандо это как итальянские товары там ну там хороший человек торговец сонаров никита хотя виктора александрович он по паспорту и вот один заходит так же вот на меня напал игры вы еще знаете да мы с женой разговариваем по церковно-славянске какая же нужда в этом ну вот так вроде да и вы не знаете знаю я гру давай переводим и перевожу ему это говорю вот и я пришел такой-то магазин не знает дальше и когда я спускался по цементным ступенькам шнурок у ботинка развязался не ботинок и шнурок еще не может сказать глазами хлопать ну переводи это же язык или матушка твою не знаете эти слов тоже шнурок развязался я наступил на него левой ногой и упал и отцементный пол расквасил упрямый поповский нос и у меня потих клави сопли с кровью переводи да ты поп засохнешь здесь ты ни одно слово не знаешь я почему могу говорить об этом я занимался языками когда я обратился в это время занимался на семи языках разговаривал проповедь говорил собрание немцев на немецком языке я поэтому знаю что язык церковно-славянский труднее выучить чем английский или немецкий труднее им никто не разговаривать мертвым языком называется язык на котором не разговаривает ни одна нация а два или три да это на языке хинди это могут где хамураппи на языке линков могут разговаривать но специалисты два человека на это не разговариваете по догадкам на указано неправде поставлена вся статья и дальше и показывает эту статью как он говорил вот плоды там он об этом я уже это отдавал статью эту вот ну и дальше он предполагаю принять такие меры за эту статью называет это или временное пообращение ума у вас или прогрессирующая мало-помалу прелесть бесовская прелесть и гордыня это два главных жупела чем они пугают а сами в этой утопают самоуверенность питаемая я не хочу оставлять без последствий грубого вашего поступка агрессивности и лжи из какие слова то подбирает грамотны такие мероприятия первое запрещение публикации без церковной цензуры просить вас о публичном же покаянии в написании данной статьи о завела как но я за русский язык еще теперь ну георгий кощетков за русский язык там александр борисов и служит все и ничего а вот так если такового не будет то второе запрет катетизаторской деятельности публикация моего ответа и второй призыв покаяния и в третьих если вновь будете упор стать отлучение от церкви отлучение от церкви боже мой помилуй меня грешного отлучение церкви понятно плюс епископ евтихий корочкин получил 11 сентября 95 года вот и все и получилось тогда он сам попал под это и сам теперь стал канон там или я не знаю акафисы о покойниках переводить на русский язык и тут мое стихотворение знание писания одухотворяет события любые все вещи и детали на что не посмотрю за скрытыми дверями и самой что не есть брони и лучшей стали во свете вечности рассмотрим этот день свою кровать и первые шаги прообраз воскресения из-под завалов стен покрова одеял наркоз и сна в мозги делами праведности душу облекать повсюду отрекаясь помощи бесовской христа незримого узрю на облаках земли сгоревшие почерневший остов с молитвой дверь поутру отворю она прообразует мне иисуса знак отречения от мира этот крюк врагов губителей к нам за порог не впустим потея обрабатывая землю в единственную душу насаждая злаки учению апостольскому внемлют что за труды динарием заплатят пропалывают сорняки грехи и постоянная нужда в поливе раскаяния проповедью сети не рыба для ухи а души как гласит священное писание все из христа к нему и возвратиться в любом кому я помощь окажу святая истина к себе подобная птица а было время жил как бы навозный жук дорога пыльная политики шумиха помылся покаянием очистил согрешение и бога ощутил движение ветра тихом вот ястреб пловит голубя душа моя мишенью необозримые вокруг учителя сопровождает сонного в постель могилу нам руки женщины не сладость а петля в сердцах сберкбанки стих накопит силу через терек то что что означает это вот один вопрос и один ответ теперь еще один вопросик вытащу отсюда слава иисусу христу вот так это ко мне звонит вопрос 2393 десятый том открытым оком сколько лет я ходила в покровский собор но так ровным счетом ничему и научилась хотя выставила все службы при больных-то ногах сейчас хожу к адвентистам и столько узнала полезного до души разве нельзя было сделать службу более понятными ответ этот вопрос стоял перед многими и давно вот что опубликовали недавно сторонники мертвого церковнославянского языка в книге богослужебный язык русской церкви победоносцев об этом что говорит я просто прокручу то есть это уже у меня было один раз опубликовано вот так набожность выражается лишь во внешней обрядности внешних украшениях церкви иконы красиво батюшка ходит с угла в угол богослужение все превращалось во внешнюю обрядность вот места какие выделяю непонятность богослужебного языка дальше перевод 70 не считали богу вдохновенным оригена иронии митрополит филарет и другие златоус о нем не упоминает даже русский перевод библии с еврейского не с греческого 70 является молчаливым игнорированием текста сего 1 коринфян 14 19 но церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим чтобы других наставить нежели тьму слов на незнакомом языке нееме 8 8 и читали из книги из закона божия внятно и присоединяли толкование и народ понимал прочитанное 1 коринфян 14 11 но если я не разумею значение слов то я для договорящего то чужестранец и говорящий для меня чужестранец я стихотворение добавляю к этому не знание бесполезного есть знание что дом твой заперт от чужих гостей не худо если не войдет к вам каин дух злобный что зовется осмодей полезное приобретая за деньги за вечное отдай серебро и злата что неожиданно целительность заденет качнет в укор сегодняшним пилатом придется время оторвать от сна усталость отодвинуть укрепиться с трудом допустит это сатана не допуская богу поклониться перелопатить там где слышал есть зерно завалы из чужих смешных историй найти средь мусора полезное кино где привлекая к богу смотрят в корень писатели артисты режиссеры за заработки бьются извиняясь заказ масонов нам поставить шоры путь до гиены прочертил их палец и не желай чтоб посмотреть те фильмы где путь христианину не показан там воздух зараженный сексапилен волной зловонной усталый экран заразный вдыхайте полной грудью чистый воздух евангельских сюжетов и коллизий примеры все библейские на пользу духовные они и нам сегодня близки зачем же тратиться на выдумки и сказки блудливых суи слов заграничны их лицедейство переношло к их маскам послушаем христовы словеса и притчи сегодня телевизор злейший враг рогатый развратитель молодежи ревнителей сбросили во враг с кем поведемся на того похоже ну на этом я сегодня заканчиваю если господь позволит но если позволить я не знаю этом телу мы продлим тут немного будет окончено вот попутно спрошу сейчас кто у нас тут слушает нет я знаю вижу роман тут есть еще кто и кого больше лет роман один остался ну все на этом ухожу до свидания рыбы